Особое мнение на 101FM Нет, преджеременно говорить о конкретном адресе Мы рассматриваем площадки Мы рассматриваем площадки Для того, чтобы оказаться ближе к Москве То есть ПАКРА это Правительство, скорее всего, право То есть это логистический центр Мы остаемся в Кирове Губернатор посетил как раз открытие Ты знаешь, Вячес начал выпускать Баночную линию Цех называется, точнее Запустили Губернатор на открытии был Причем совершенно прекрасное открытие На котором были практически все Возможные официальные лица Кирова и Кировской области То есть Я считаю, что все замечательно Все уравновешено Вяч пока остается, я уверен в этом Но пока Ну это я оговорился Будем считать, что Вяч остается, все прекрасно Давай тогда эти две части поясним То есть то, что приехали представители Правительства и города Насколько я понимаю На праздник этот большой И на открытие Новой линии Показывает отношение Собственно говоря Властей К крупнейшим налогоплательщикам Они говорят вам Подают сигнал Что мы заинтересованы в вас И мы поддерживаем Я расцениваю это Однозначно так То есть действительно Они подают сигнал Действительно Они убеждают нас Что все замечательно Мы с этим полностью согласны Нам тоже нравится Когда у нас все замечательно То есть никаких проблем В взаимоотношениях Между нами и правительством Я не вижу ничего Я очень признан Что Игорь Владимирович Молодец, прекрасно Василий Фемиев Посетив это мероприятие Я очень на это надеюсь Это состоялось Все замечательно Ну какие-то встречи Консультации идут С правительством Или мы не можем Об этом говорить Ну мы не можем Пока о этом говорить Точнее Рано говорить о том Что не перешел В завершающую Какую-то фазу Не оформилось Что касается Калуги Ты сказал Что рассматривается площадка Но сказал Что не только Калуга Но площадка Под логистический центр Что за логистический центр Почему требуется Для него площадка Это уже технические детали Я не думаю Что они интересны Это в первую очередь Касается улучшения условий Поставок в Москву Все Где основные потребители Ну да Конечно Конечно Потому что основное Ну не основное потребитель Но очень большая часть рынка Тем более Что близость К производству Ко всему остальному Да Москва Питер для нас Основные ориентиры Пока сейчас Но в первую очередь Москва Еще одна история Она связана уже С квасом И это очень такая Какая-то Странная С одной стороны История Но с другой стороны Тревожная На канале ТВ24 Где есть программы Как на многих Других каналах Которые контролируют Различные продукты Было заявлено Что их эксперты Провели Несколько Тестов С шестью По-моему Производителями Крупнейшими Кваса В том числе И Вятичем Ну надо сказать Там есть например Очакова Известный очень бренд Да Провели тесты И обнаружили Что в напитках Квасных Содержится Газ Я специально Открыла Википедию Оксид серы СО2 Который вредно Влияет на здоровье Людей И вот эти шесть Производителей Были названы Да Отреагировали ли вы Как-то На это сообщение Ну Замечательная Совершенная история Которая принесет Я думаю Намного веселее И интереса Это Полтора месяца назад Примерно Я был на передаче Которую как раз От Аркуна Нашвили Ну Когда-то он был звездой Сейчас это небольшой Телеканал На котором он ведущий Все замечательно Вот И Для меня Как гром Среди ясного неба Было то Что Нам вручили Там Еще Букет Букет Чуваши Был со мной вместе В этой же студии В представителей Это тоже известный Классный проект Продукт опасен Вот Практически Опасен для здоровья человека Совершенно правильно Продукт опасен Но Во-первых Меня сразу удивил вариант Что у всех Шести производителей Кваса Которые были На передаче У всех Обнаружено Превышение СО2 Ну Странно Да И я бы уверен Дело в том Что они оформили Это как Это консервант Искусственно добавляемый Опа Я никак не мог Представить себе Ни одной Ни одной Извини в технологической Цепочке В навятище По крайней мере Где Какой бы то ни было Консервант Добавлялся Главное Зачем Это абсолютно непонятно Да Потому что Тот продукт Который выходит На выходе То есть разливается В бутылке Он достаточно Качественный Для того Чтобы не портиться Все нормально Там не надо Консерванта добавлять Я приехав Живкиров Я прозвонил В НИИ Пищепром Мы созвонились С качеством Я вытащил методику По которой Собственно проводились Эти замеры Но Для тех Кто с трудом Помнит Скольную химию Да Я попытаюсь Это изложить Каким-то простым языком Это анекдот Потому что Существует методика Для определения Сернистого ангидрида В винном материале То есть в вине Где он может присутствовать Как результат брожения В первую очередь То есть это продукт Естественного Производства Дело в том Что он присутствует И в пиве И в квасе Но в процессе приготовления Он выдувается Как говорят технологи То есть там Его не остается На самом деле Но дело не в этом В винном материале Для того чтобы Померить количество Сернистого ангидрида Используют такую реакцию На детское Абсолютно Когда ты На крахмалу Обычный Кухонный крахмал Берешь обычный Йод Из аптечки Капаешь каплю Аптечного йода На крахмал Кухонный И видишь Расплывающееся Синее пятно Вот это Очень чувствительная Прекрасная реакция Вот этот синий цвет Это индикатор Йода Который содержится В чем бы то ни была Для того чтобы Определить СО2 Не будем утомлять Сушители Химическими формами Используется Эта же реакция И по Как только она Обнаруживается Дальше в пробе Высчитывается Количество Сернистого ангидрида Еще раз Обращаю внимание Это реакция Йода С крахмалом В вине В нормальном вине Крахмала Нет Но дело в том Что когда они взяли Методику Для винного материала И применили его К квасу Ну еще бы они к пиву Перемели В квасе И в пиве Как Продукт Зернового брожения Где их крахмала Крахмала там Не просто много А очень много Там точнее Не сам крахмал А уже декстрины То есть продукты Распада крахмала Ну те же Те же полимерные Цепочки органические Вот И ребятишки Из этой так называемой Конторы Росконтроль Ну которая не вызывает Доверия на самом деле Ни у кого То есть это Специфично В общем все Но это мы разберем Чуть позже А Эти ребятишки Они померили Количество Не СО2 Они померили Количество Крахмалистых Соединений В квасе И заявили Что они Таким образом Померили Количество СО2 Так Вот сейчас мы здесь Приостановимся И я задам Следующий вопрос После того Как вышел этот сюжет Где практически Было заявлено Что продукция Вот шести Ведущих производителей Опасна для здоровья Была ли Реакция соцсетей На эту историю Собственно Сами потребители Обсуждали ее Нет На самом деле Телеканал Не бог Весь какой Скажем так То есть он Средненький Очень Да Телеканал Может быть да Но ведь Перепечатали Эту информацию Серьезные федеральные СМИ Известия Ну известен Там Насколько я догадываюсь Ситуация была Немножко другая Потому что На самом телеканале Уже выходя С передачи Честно говоря Меня это заявление Возбесило Потому что Я Во первых Не мог представить И не могу представить Не получается Каким образом Вячес мог добавлять Сернистый Ангрид Зачем он Главное это делал Смыслом Не имеет Никакого Вот Я был абсолютно уверен Что Меня обманывают Я В раздраженном Очень настроении Объяснил Атару Кунашвили Объяснил Девочке Менеджеру Которая Ответственна Была за передачу Что Скорее всего Кончится все дело Юридическим иском И сумма Иска Будет такая Ну примерно Сколько стоит Ваш телеканал Вот прервемся Здесь на Короткий перерыв Буквально 30 секунд И вернемся в студию С особым мнением Владимира Маматова Продолжается программа Особое мнение У микрофона Светлана Занько Особое мнение Высказывает Владимир Маматов Мы говорим Об исследовании Расследовании В общем От заявлений Специалистов Телеканала ТВ24 Которые Замеряют Всякие продукты О том что В квасе Шести ведущих Российских Производителей Содержится Опасный Для здоровья Газ СО2 И на чем Мы остановились До перерыва Володя Ты сказал Что ты пригрозил Иском Телеканалу После передачи Я не скажу Что я пригрозил Я просто Скажем так В сердцах Высказался И ребята Вдруг решили Обезопасить Они слили Все это В паблик И я С громадным Изумлением Через неделю Увидев Известие Еще кто-то Который Перепечатывает С заголовком С заголовком Периодически Возникает К Росконтролю Наталкивается На судебные Проблемы Именно в количестве Учредителей Кому конкретно Мы подаем И так далее Это первое Второе Росконтроль известен Известием По крайней мере Известен тем Что они Аккуратно Просят деньги Периодически Из бизнесменов За хвалебные Отзывы Об их продуктах Каким образом Он известен Это кто-то сказал Это известие Это в самих Известиях было И третий момент Самый забавный Это то Что Росконтроль Известен тем Что фактически Он обслуживает Телеканал Вот этот Россия 24 Не не Россия 24 ТВ 24 Который как раз Атархунашвили И там Огромное количество Экспертиз Там Тушенки Тушенки Чего 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 Угодно И Эксперты В больших кавычках От Росконтроля Они снабжают Этот телеканал Постоянным материалом Для героических выступлений Вот Я думаю Что Эта малина Близится к закату Но ведь ты там был Как ты сказал Не один Представители Других заводов Тоже Тоже как-то Наверное Отреагировали На эту историю Или Или нет Только опять еще Возмущался Не в коем случае То есть У меня было время И подумать Разобраться В методике И самое главное Связаться Со всеми теми Кто был заявлен То есть Пока мы имеем Жестко положительный То есть С нами вместе Это будет делать Букет Чуваши То есть Все заметно Там жесткая договоренность Там все уже практически Сзади оформления Не совсем понятно Как будет вести себя Очакова Потому что Они взяли Какой-то Тайм-аут На размышления Пепсико То есть Это русский дар Который опускается У всех У них Найдено Превышение СО2 Они все знают Что это Липо Все прекрасно Понимают Что это Постановочный Фактический Эффект Но Договоренности У нас есть С Декой Вопрос С Очакова Жесткая договоренность С букетом Чуваши Вопрос С узальскими Напитками Но Фактически Все С Пепси Там Длительный Прошу прощения Переговорный Процесс Потому что Это большая Бюрократическая Структура Что По поводу Действий Действия Будут Следующими То есть Во-первых Мы Потребуем От Росконтроля Показать нам Методику По которой Они посчитали Затем Эта методика Мы получим На нее Авторские Экспертные И по-настоящему Экспертные Заключения От двух Контор Это Ни Пищевой Промышленности И Роскачество То есть Оба Учреждения Они вполне Государственные Вполне Авторитетные Которые Фактически Следят За качеством Продуктов Российской Федерации Я говорил С ними Предварительно Они полностью Согласны Со мной И как Только Так называемый Рос И так называемый Контроль Выдаст нам Методику По которой Они это Определяли Процедуры Как они Это делали Мы Получим Экспертные Свидетельства От НИП И пищевой Промышленности И от Роскачества О том Что это Бред Севой Кобылы Липа Дилетантство И что Так Делать Нельзя После Чего Последует Коллективный Иск К Рос Контролю К ТВ 24 Возможно К Извести Еще То есть Ко всем СМИ Которые Под заголовком Эксперты Высказались Что Что-то там Превышено Вот Ко всем этим Компаниям Следует Коллективный Иск Причем Тут надо Очень четко Разделить То есть Я Не считаю Правильным И не Планирую Этого Добиваться Каких-то Реальных Судебных Возмещений Со стороны СМИ Потому что В любом Случае Даже Телеканал При всем Живании Это Они Не должны Отвечать За саму Экспертизу Они Ее взяли Да Ну Это Что значит Они ее взяли Они ее Заказали Или Они ее Купили Это отдельный Вопрос Это мы Разберемся Но От СМИ Все что мне Нужно Чтобы на этом же Самом телеканале В этом же Самых Известиях Черным Побел Извините Пожалуйста То что мы Раньше Печатали Или говорили Это полный Бред И люди Которые нам Это подсунули Просто Жулики Вот Как только СМИ Это сделают Я буду Полностью Удовлетворен Ну я надеюсь Что это В ближайшем Месяц Миндом После Еще один Вопрос По этому Поводу Все таки Когда выходят Такие Материалы О чем Приходится Задумываться Это Какие-то Лоббисты Какого-то Другого Продукта Борются Например С квасом Это Телеканал Поднимает Свои рейтинги Все таки Это история Про что Если бы Это был Конкретный Заказ По Какому-то Одному Квасному Предприятию Ну Есть Определенное Опасение На тему Того Что Это Мог бы Сделать Кто-то Из Производителей Так называемой Сваткой Газировки Мне не хочется Пальцем Показывать Понимаем Кто это На самом деле То есть Квасной рынок Прыгнул За последние годы Очень основательно Вверх Увеличилось Естественно Но при этом Рынок Это Не абстрактная вещь Он очень конкретен Конкретное количество Потребителей Сам по себе Рынок Не растет Такими темпами То есть Значит Увеличив Долю Квасного Производства Мы автоматически Отбираем Какой-нибудь Кококова Условно Говоря Вот То есть Единственное Что можно Предположить Это большой Какой-то Массированный Вариант Со стороны Таких Компаний Которые Встревожены Нашим Ростом Ну Это Гадательный Вариант То есть Я бы Ни в коем Сучи Никого Не обвинял То есть Телеканал Я прекрасно Понимаю Это Жареная Тема Вот Мы Обнаружили Вскрыли Страшную Язву Наши Радостные Ребята Которые Писывают В пабликах Они Дышат Ааа Ура Вот Мы Что Вы там Обнаружили Что Вы там Поняли Мы проверенный Роскачество У нас Все Замечательно Великолепно Совершенно Не может Этого Быть Ну вот Если мы Говорим О каких-то Таких Проблемах Связанных С продуктом Или С бизнесом Мы видим В последнее Время Тенденцию Об этом Говорят Молочники Мы еще Позже Поговорим Об этом Об этом Говорят Например Лесопроизводители Да кто угодно Производители Тротуарной Плитки Когда возникает Какая-то проблема Они стараются Объединяться И мы видим Что в последнее Время Многие Промышленники И разные Бизнесы Объединяются В некие Ассоциации Я что-то Не слышала Есть кстати Союз пивоваров Например Но я не слышала Что есть Какой-нибудь Союзского Савара Может быть Имеется Или Мне казалось Что раньше Это объединение Для того Чтобы посидели Съездили в Сочи Поговорили о чем-то Сейчас я вижу Что решают Какие-то там Например Проблемы Имеет ли смысл Объединяться Сейчас с вашим Компаниям Как минимум Шести К которым Предъявлены Такие обвинения В какую-то Долгоиграющую Компанию У меня Есть Такой Черта характера Как любовь К мечтательности Мечтаниям Сказкам Фантазиям И так далее Одна из Моих текущих Фантазий Да Мне хотелось бы Конечно Чтобы Что-то из этого Получилось больше Чем коллективное заявление Как дело пойдет Потому что Это вопрос И амбиции И представления О рынке Это вопрос Масса всего Потому что Как поведет себя Допустим Пепсика Я пока не знаю То есть Очакова Взял паузу То есть Созванив Они говорят Ну пока Вот мы Там вот Как-то Что-то Да То есть Я не знаю У меня нет Четкого Такого Аргументированного Жесткого ответа От Деки То есть Что мы Да Поддержим Все хорошо Дело в том Что в любом случае Когда мы это начнем Автоматические Комментарии И вопросы будут И к очакову И к пепсико И к Деки То есть Участвуют они Или не участвуют Они будут И они подтвердят Анекдот-то в этом Они подтвердят Эту точку зрения То есть Ничего не изменится От того что Заявится В общем пока что Никто не кинулся Объединяться В какие-то союзы Надо сделать поправку На время В том Понимаете Что квасной отрасли Фактически В России От года недели Да Без года недели Правильно Говорит То есть В отличие от пивной Как промышленной Отрасли Да По самому-то Продукту Понятно Конечно Но Пивной отрасли Это уже Несколько десятилетий То есть Люди начали Объединяться Еще в 90-е По квасу Это совсем Недавнее Что-то И Посмотрим Там В ближайшие Год-два Может быть У Даши Что-то Звины Когда-то В шестнадцатом Или семнадцатом Году Вятич Один раз Провел Ну такой Скромненько Между собой Что-то типа Квасного фестиваля Там В Александровском Саду Я тогда Говорил о том Что по идее Мы должны Пригласить На него Всех производителей Кваса в России И вообще Зливать вятку Как бы местом Где Проводится Квасной фестиваль Это достаточно Такая Шизофреническая Детская мечта Но Мне почему-то Кажется Что она имеет Право быть То есть Может быть Не год Не два Неизвестно Три Пять Десять лет Я не знаю Квасная столица Ну Неосики Да Такая Квасная Ну Шутки Шутками А То есть Киров Позиционируется Не место Где Квасят А место Где Готовят Квас Ну Ты понимаешь Это вот Кстати Мысли Офтопик Вскоре Совершенно В моем Понимании Если Мы Строим Какой-то Бизнес Ну Без разницы Культуру Госуправление Без разницы Что Да Если Строим Не Сиюмин Тактическую Задачу Решаем То Это Вопрос Планирования Там Пять Десять Пятнадцать Двадцать Лет То есть Есть такая Смешная Китайская Поговорка Что Благородный Муж Думает О том Что будет Когда его Не будет Вот В отношении Планирования Таких Процессов Мне кажется Надо поступать Абсолютно Так же То есть Если Мы Фестиваль Кваса Получим Через Двадцать Лет Это все равно Прекрасно То есть Все равно Замечательно Совершенно И для Области Для нас Да Владимир Маматов Его особое мнение Мы сейчас Слушаем У микрофона Работает Светлана Занько Ну и вот Все-таки Вот все Эти истории Которые На протяжении Уже там Почти двух Месяцев Полутора Месяцев Длятся Они как-то Нарушили Планы Вятича По Например Новым Новым Пунктам Продаж По географии Продаж В общем Планы на Производство И на Продажи Нет Никак Ну то есть Вот мы видим Видим историю Которая там Началась в мае Происходит С обысками И так далее С делами С уголовными Мы видим Какие-то истории Вокруг вас Неважно Как их сейчас Оценивать Но вот шумих Какая-то такая По правильности Или неправильности Продукта И это никак Не сказывается Ты говоришь На планах И продаж Не скажется Абсолютно Ведь следят же Безусловно Следят же Партнеры За тем Что происходит И скажется Это только В обратную сторону Потому что Ну недоразумение Это мы даже Обсуждать не будем Оно само собой Решится Я очень надеюсь Недоразумением Ты называешь Уголовное дело Вот То есть Я думаю Что Мне очень хочется Это же моя такая Светная мечта Что где-нибудь До 25 августа До дня рождения Кавиаталия Чакурагина Основателя Фактически Многолетнего Директора завода Как бы это Мы поставим Жирную большую точку В этом Ну это Мои мечты И сказки А в фоне Вот эта история С СО2 Допустим Великолепна Совершенно Я попробую Когда дело Будет двигаться Уже к судебным искам Я уверен Что тот же Коммерсант Тот же РБК Все остальные Нас прекрасно Препиарят Они нас поддерживают Я сегодня Говорю с утра С РБКшниками Да В тот момент Когда начнутся Судебные вещи Вперед И с песней Проявляемся на полторы минуты Это особое мнение С Владимиром Аматовым Особое мнение Не забудь Что мы Поставляем Квас В Германию А учитывая Географию поставок Понятно Что партия Кваса Идущая В Германию Проверяется Так Какое там СО2 Очните Ребятишки То есть И Как партнера Святичем Святским Квасом То есть Люди общаются Уже Иностранные компании Выходят на нас Потому что Мы имеем Репутацию Добросовестного Качественного Производителя То есть Кроме Германии И по-моему Китая И в Америку Куда поставляли И еще какие-то Рынки выходят Ну Индия Это волшебство Да Которое Я тоже надеюсь Что Как-то Произойдет В ближайшее время Мы можем Поговорить Об Индии Ну мы можем В черне Обрисовать ситуацию Она Довольно Смешна И в то же время Такая Ну какая она смешная Индия Страна с таким Гигантским населением И если это перспектива Миллиард четыреста Да Как в Китае То она вообще Не смешная ни разу Она очень серьезная Ну Вот я в Индии Ни разу не был Поэтому Вся информация Которую я имею По Индии Она со слов Нашего партнера Русскоязычного Там Из компании Джи-Джи-Рус Которая сейчас С нами работает Ну достаточно Забавно Интересно И сейчас Отправляется Ну вот буквально Я думаю Что удастся Все Наконец Таможенные Бумажные вещи Согласовать То есть Понедельник Вторник Эта партия Уйдет Ну это я Как-нибудь еще В паблик Закину буквально После вторника То есть Первая партия Уйдет Но это не Поставка Класса На продажу Тут надо быть честным И сказать Что это просто Уходит в пять Индийских Основных городов Я боюсь Ужибиться В перечислении Там Мадрас Дели Мумбай Еще что-то Две Да Ну по населению Эти пять штатов Это как вся Российская Федерация Что значит Не поставка Класса На продажу Это Дегустация Это дегустация Это маркетинговые Исследования Почему Уникальность Позиции По Индии В том Что На индийском рынке Нет класса В принципе Категорически То есть Ни напитков Похожих на него Ни рядом Ничего нет У них Несколько сотен Разновидностей Своих Питьевых напитков То есть там Ман Соки Манго Молоко На основе В смеси В такой упаковке Я Несколько статей Перевопатил По индийскому рынку У них Колоссальный рост Колоссальный По сравнению С российским Рост этого рынка По моему За прошлый год Они выросли На 20 с чем-то Процент По напиткам Да Плюс Ну Индия Она В этом смысле Зеркально Ну Не зеркально Это неправильно Приняем Она просто Похожа на Китай То есть За последние Там 10-20-30 лет В Индии Вырос Так называемый Средний класс То есть Более-менее Обеспеченные люди Ну По туристам Которых мы видим В Москве и Питере В Европе Кстати говоря Индусы Ну В первую очередь Китайцы Да И индусы Китайцы И индусы Китайцы И индусы Это чисто Это чистый Результат того Что и там И там Есть большая Многомиллионная Прословик людей Которые Могут покупать Качественные Экологически чистые Натуральные товары Сейчас Но которые уже С прилавков выбирают Все-таки не что подешевле А что пополезнее Ну я вот утром Говорил как раз С индусами Они мне объясняли Что нужен Значок На этикетке Растительное ли это Нет ли там Животного Нет ли там Того-то Нет ли там Сего-то Не использовалось ли это Значки 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 Маркировки Маркировки Ну и кроме того В Индии сейчас идет Такой очень серьезный Процесс Борьбы С Например С пластиковой тарой Тоже Они там борются И с пакетами И с пластиковыми бутылками И вот между прочим Ну у них На самом деле В Индии Ситуация Ты абсолютно права Почему Потому что В Индии тепло Я бы даже сказал Очень тепло Я бы даже сказал Жарко И поэтому Пластик При нагреве Да Это не самое Лучшее То есть Мы сейчас В любом случае Мы первую партию Поставим Пластики Но я надеюсь Что мы начнем Это делать В той самой Баночной линии Которую мы сейчас Поставили Алюминиевая банка То есть класс Класс появится в банках Но это вопрос Тоже времени Абсолютное решение Нет В Индии Один основных вопросов Это то Что вырос средний класс Он требует Более качественное что-то Они никогда Не сталкивались С классом Вообще Оказывается И всю эту тему Начал один Очень интересный человек Ну как-нибудь Потом подробнее о нем Который учился у нас Ну он прекрасно Говорит по-русски Ну с акцентом Но прекрасно Вот И Дипак Вот этот Ломба Он Абсолютно убежден Что класс Будет востребован В Индии И увидим меня В том числе Ну как и своих партнеров В России Вот И Сейчас это отправится В пять штатов Мы посмотрим Как индийцы Относятся Если они Относятся хорошо Один процент Индийского рынка Питьевых напитков Все Я думаю Ну хватит пока Больше особо не надо При населении В миллиарда четыреста Нам достаточно будет Что У них есть Самое интересное Пожалуй Это С семнадцатого года По-моему В Мадрасе Это началось Они начали бороться С Кока-Ковой То есть Что такое Они с Бойкот Почему Америка им не нравится Сахар не нравится Не-не-не-не-не У них нет Вот этого Проклятой Америкозы Которые во всех подъездах Да Не-не-не Индийцы Они очень любят Свою страну Меня что удивило Индийцы Очень привержены Своим национальным брендам Крайне Оказалось Что нет Вот в отличие от Японцев и китайцев Которые падки На западных звезд На рекламу Допустим Японцы Опять же Офтопик Но японцы На Новый год Ходят в KFC Ну вот Каждая избушка Своя погребушка А в Индии Нет Национальное Под национальным брендом То есть Тут будут Определенные трудности Потому что На самом деле Началось все с того Что ребята Индийцы Вышли На нас С предложением Просто построить завод По производству кваса Совместно В Индии То есть Понятно Что к моменту То есть Дойти до момента Что мы там Будем строить Это вот как раз Эти исследования Согласования И так далее Я предвижу Там много сложностей Очень много В первую очередь Что со стороны Как раз индийцев Ну Там угадывается Этот контур Точнее Понятно Кто это Вот Одна из крупнейших Индийских Сетей Рочной торговли Ну ритейл Они мне Переслали По ней справку Я долго Тер глаза Потому что Я думаю Что они Перерисовали Нолики Вот Не помню Рассказывал Не рассказывал То есть В нашей стране Очень большой Крупной Считается Сеть Магнит В ней 4000 магазинов По всей стране Да В этой сетке 600 тысяч То есть На секундочку Представьте себе Дорогие Радиослушатели Что На каждого Жителя Кирова Приходится Магазин Вот это Примерно Объем Этой торговой Сети Вот Но Я абсолютно Уверен Что они Захотят Под своим Брендом И здесь Коса Нашла На камень Потому что Я категорически Мне это не нравится Я считаю Что мы Там Брежневу Всегда И везде Должны Ити Под своим Браном То есть Вятский Вятский Класс Вот Пока Ситуация Мы узнаем Что-то интересное По-настоящему Интересное Я думаю Это август Сентябрь То есть Какие-то новости Пойдут уже Наверное Через месяц После окончания Негустации Ну Поглядим Да У нас остается Пять минут До завершения Программы Раз мы говорим Все-таки Сегодня много О бизнесе Я еще хочу Чтобы ты Как человек Который разбирается Все-таки И в маркетинге И в бизнес-объединениях Прокомментировал Следующие сведения На самом деле Не совсем Это новость Потому что Подписан указ Господином Медведевым Был еще В начале января Текущего года Но с 1 июля Ступили в силу Новые правила Продажи молочных продуктов И согласно Этим правилам Магазины Обязаны В торговых залах Отдельно от продукции С использованием Заменителей молочного жира Мы помним Эту борьбу Молочников Очень давно С соевыми Всякими там Заменителями И так далее Я понял О чем ты говоришь Это вот победа Молочников И хорошо это Или плохо Для ритейла Как ты думаешь Я ничего Не могу сказать Потому что Молочная отрасль Это все-таки Я в ней Не разбираюсь Настолько Чтобы давать Какие-то оценки Я могу Комментировать Только по аналогии С нашими вещами То есть Для меня Для меня В моем понимании Любое указание На качественное Отличие Наших вещей От других Только Абсолютно За Если мы Наших вещей От других Это могут быть Разные все-таки Вещи Вот Понимаешь Смотри Если бы Здесь Здесь о чем Речь идет Вот есть Вот есть Натуральный продукт Да Молоко Да Вот есть Заменитель И покупатель Не должен В его глазах Не должно быть Смешивание Я знаю аналогию Есть Сорта пива Не сорта даже Пива Есть компания Есть и компания Есть и сорта Которые Для приготовления напитка Используют Просто Мальтозную патоку То есть Никакого Сода Ничего там уже нету В ингредиентах Это просто Мальтозная патока Она дешевле Не надо Мучиться с переработкой Я понятия не имела Я понятия не имела Что есть Заменители пива Это не Заменитель пива Это не Заменитель пива Это Заменитель сырья А я бы Другую хотела И как только на банках Как только на баночках У тебя окажется Указатель на то Что там Спроизведено Из мальтозной патоки А сейчас этого нет Я буду с восторгом Смотреть на это Потому что И постепенно Люди наконец Увидят Что ребята Мы делаем это Из натуральных вещей А я бы хотела Другое Чтобы ты прокомментировал Пока что Например Квас и газировка С которой Как ты говоришь В Индии Сладкой газировкой Борются Стоят на одной полке Как прохладительные напитки Дело в том Что это такая провокация Бороться ли за то Чтобы квас Как натуральный продукт Как утверждают производители Стоял отдельно От например Газировок А я думаю Что да Это было бы правильно Потому что Как делается Когда ты заходишь В Макдональдс И тебе наливают Кока-Колу Или все остальное Ну без разницы Любой из напитков Да Но это экстракт Это концентрат Который просто разводится Местный водопроводный Ну не водопроводный Там она чистится Ну водой Да То есть это сироп Который разводится водой Газируется там Как-то И все Да То есть и когда Года два или три назад Шел разговор о том Чтобы встать Макдональдс Мы могли К кассу Да Мы могли там оказаться Просто Могли сразу Практически оказаться Там Не быстро Но быстро Ну как бы Полгода там Вопрос Вопрос был очень простой Ребята Ведите концентрат А ну потому что Это же Да И Проще в объемах Транспортировки хранения И разлива Нет Мягко говоря проще Для них Конечно И для нас И для них И для нас Но продукт меняется Только у нас нет концентрата Продукт меняется Да То есть это вопрос идиота На самом деле Который не понимает Как делается квас вообще У кваса нет концентрата Есть квасной сус Он должен бродить Все Поэтому естественно С макдональдсом Тема начала развиваться В другом плане То есть А вот поставить Бутылочный квас Ну посмотрим Как у них Получится Не получится Эта мечта у меня Тоже сохраняется Это была программа Особое мнение В ней работала Светлана Занько Своё особое мнение Высказывал Владимир Мамотов Всем хорошего дня